всем привет и мы отправляемся на очередную прогулку раннее утро посмотрите улице пустые никого нет никого вообще в округе вот карапузик с нами мы отправляемся чуть подальше чем были вчера где озеро там прикольный маяк прикольный пляж прикольная там какой-то можжевеловый что пляж или так далее ну что-то посмотреть как-то еще отвлечься развлечься все мы погнали рапуз грузить машину мы едем в принципе той же дорогой что я вчера ездили мы только не поняли что это вот там за такие круглые круглые такие штуки на горе непонятно надо будет почитать что это вообще такое и от того места где мы были вчера там буквально километров тоже 10 ну не очень долго подальше туда пойти мать ну хорошая ты хочешь разговаривать и хочешь разговаривать котик мой тоже чё ты меня не снимаешь вот чё ты меня не снимаешь я карапусячик тоже хочу снимать на терял соса малыш наш малыш лежит рассматривает эту штуку теперь мой ноу-хау целлофашка чтобы не светило обязательно затонируем все когда в москву приедем потому что ничего не работало и мы не успели по времени затонировать к сожалению будем обязательно будем практика показала тонировку нужна для ребенка вообще при арка да заднюю сферу обязательно нужно я в принципе я не давно говорил у нас на предыдущей машины была задняя тонировка и там садишься всегда в жару комфортно ну и вот ребенку вот шторки эти не спасают все равно солнце шпарит как тяжело очень ну просто я переживала что тонировать это такая схема там нужно разбирать обшивку двери не очень хотелось конечно ну и плюс к тому же у нас тогда еще ребенка не было когда мы эту машину покупали и казалось что в принципе это не нужно а потом сейчас как выяснилось очень даже нужно очень даже нужно мы приехали на запланированное нами место к маяку он стоит как раз вот такие горы здесь рыбалка здесь пляж да да вот так кстати тоже с колясочкой мы сейчас попробуем пройти к маяку время сейчас еще десяти нету даже до 9 помогите нету нам и здесь пару часов побудем и домой потому что да не жара и в общем не будем не себя мучить не ребенка мучить не будем но лучше если что в нашу рощу сходим там посидим чуть-чуть и домой по чистенькой здесь возможно с коляской пути то есть навеса посмотри есть навеса да вы здесь вот здесь есть навеса и лавочки я понимаю дельфинари написано вон дельфинари а да вон дельфинчик там он видишь на это надо я читал что здесь навеса дельфины симпатичное место только подожди 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 даньку нас уснул по дороге вот посмотрите такое вот здесь место народу очень очень мало хотя место достаточно популярны среди туристов сюда приезжают много народу сюда даже автобусы приезжают но никого нету и я не думаю что ничего не работает естественно я не думаю что это связано именно с тем что сейчас там 8 утра или 9 потому что обычно сезон уже в 9 присесть некуда у меня просто мама живет в сочи она рассказывает как она утром в семь часов ходит на пляж чтобы успеть до потока туристов нормально искупаться не ну здесь опасно потому что во первых ты не спустишься быстро не поднимешься да здесь можно если что спустить вот тенечек до конечный мы сначала дома сначала сходим посмотрим сможем или пройти на маяк не сможем пройдем если что чуть-чуть здесь на пляже по барахтам сюда и уже потом поедем припарковали машинам и на платной парковке стоит 100 рублей в час но мы на парковке одни стои вообще никого нету мы припарковали закрыли несколько машин по московски оставили номер телефона вышла мафия сказала и так не можно здесь разгрузка товара здесь эвакуатор щек работает бла-бла-бла ладно думаю с вами потому что заплатили пойдет спокойно ну обычно обычно мы предпочитаем платить и всегда так но здесь я просто шок смотрел паркинг пустой мы как бы никого нет да просто там не было места вообще рядом припарковаться нигде с коляской там подальше никуда они не особо не хотели проезжать там где поближе нет нет но я не понимаю почему мест нет народу нету никого не при этом нет у меня странная история но неважно на 100 рублей не такие ваши деньги там сейчас за ну часа два мы здесь пробудем даже три нас жара потихонечку здесь камушки но мы в общем идем покажем докуда дойдем покажем вот там очень много человек сидит она не летает пристань чайка это просто скопление в соль чайки покажу они все там а вот чайка летит и у нас здесь вот маяк куда мы держим путь я надеюсь что дорога нам позволит дайте если нет и она наверное нет но ничего тогда я думаю дима зашлем туда он вам снимет а мы с данюши постоим здесь тогда вот посмотрите здесь какие горы гористая местность вот оттуда мы приехали вот там дорога вот такая вот местность здесь ловят рыбу везде написано устрицы мидии то есть я думаю что здесь можно поесть устрицы мидии не знаю насколько сейчас возможно это но рыбаков мы видели вот именно там они сидели рыбаки здесь смотрите чайки прям кружатся над этим небольшим местом вот чайка полетела прям рядом с нами они здесь они просто гигантские посмотрите какие чайки просто вот немножечко приближем мы прям близко с ними вот какая она гигантская просто большие две чайки не знаю насколько близко я смогу к ним подобраться не насколько они улетают понятно ну прям вообще большие большие чайки белые красивые такие здесь какая-то типа беседки развалины кошка сидит мне кажется вот тогда надо идти на него ну да мы зданий сейчас в тенечек станем дима сходит покажет вам и заодно я потом посмотрю как там что-то на могилу короче здесь еще ласточки летают так что красотища давай мы с данюшим по этой дорожке пойдем смотрим может быть так все всякие лодки стоят разные там на воде она здесь вот этот дельфинари с этой стороны видно так здесь что рыбаки наверно погружаются рыбачки на машинах прожить на такой мост мы сейчас ли там вообще он стрёмный написано аварийный проект запрещено все по нему проезжают пришла балма открыт смотрите какой вид красивый нет но там я пробую а вот ты смотри вот эти штуки которые у нас на горе да это же они вид конечно здесь очень шикарно но припекает муху припекает тоже данного недолго ну что в тенечке у нас сидит закупоренный весь но у него придувается на самом деле вчера кстати смотрела это коляски опять в инстаграме было написано что малышу не жарко потому что есть и вот здесь вот вентиляция есть и вот здесь есть вентиляции и это кожа она имеет защиту 50 поэтому до ультра от ультрафиолета до 50 поэтому написано что даже жарких странах не будет жарко будет комфортно малышу будем надеяться что это правда ну по крайней мере он спит там сейчас вода чистейшая видно дно замученная людьми к сожалению мы чуть не подумали хорошо купальники взяли но кроксы не одели в которых я люблю ходить по таким камням да очень удобно так ножки болеть вот потом и так очень удобно кто-то там плавает она с ластами не знаю возможно возможно похоже да я думаю что здесь не пройти с коляской но хорошо что здесь есть такая дорога и реально в принципе с коляской пройти посмотреть что там наверху очень красивый здесь вид открывается панорама такая прикольная чайки орут мы дошли до финальной точки и похоже на китайцев я по крайней мере глаза невозможно открыть солнце шпарит вообще просто караул здесь в тенечке засели под огромным маяком и очень классный вид и как я и говорил это братская могила солнце даже не фокусируется наверное с той стороны пойду покажу огромный маяк ребята остались тенечки памятник маяк посвящается памяти о героическом героических подвигов моряков азова черноморского пароходства отдавших свою жизнь за честь и независимость нашей родины в год великой отечественной смотрите какой он огромный и виды конечно же виды морские и горно-морские обалденный солнце 9 нет солнца такое что не забалуешь очень классно мы очень рады что сюда доехали и в теньке прям можно посидеть и классно провести время вот такая у нас прогулка сейчас мы наверное здесь немного передохнем посидистики да переведем дух возможно покупаем сюда не долго да совсем не долго там под навесом данюшку обязательно поставим здесь какая циркушка я думаю здесь да а здесь вот обдувает в теньке так и здоров ска обалденно вообще такая тишина затишье ну там только работяги он трудится шум создают а так очень тихо и комфортно хочу записать вам как чайки угорают а нас тут заперли мы не можем проехать мост потому что тут ребята работают какую-то корягу выкорчевали вон она лежит чайки ржака не знаю будет слышно нет но они прям угорают мы приехали домой и сейчас будем обедать правда рано но мы рано встали хороший закон мы тут прикупили мой вы вот такой обжаренной овощей на гриле взяли винегрет и вкусно сейчас пообедаем сейчас будем обедать потом десерт нас клубничка так что все кто кушать всем приятного аппетита и ждали жару основную сейчас решили съездить опять на пляж там где были вчера немного отдохнуть данюшку покупать если захочет конечно а сейчас данюша решил подкрепиться немного перед дорогой данюшка ты решил подкрепиться вот такого данюша тот подкрепляется в кругу друзей своих мохнатых лучика я даже потерял делом он где-то спит наверное под кроватью не точку шел куда-то спать мы даже не знаем где то он бродит так что мы сейчас подкрепляемся и выдвигаемся в сторону моря спокойно не спеша потому что там еще достаточно жарко мы вчера в 6 пришли на пляж и было достаточно жарко и прям так припекала нехило да поэтому спокойненько сейчас кушаем и потихоньку выезжаем что мы вернулись на то же место где были вчера получается здесь опять получается там вдалеке в той части много людей в той части их вообще миллион по моему я даже отсюда вижу там друг на друге лежат подмышками выбирают передевалки вчера их не было и это очень круто но людей реально мало и это комфортно и удобно покупаться даня получает солнечные ванны в своей ванне да пупс да пупс сейчас мы тоже получим немного в солнечных ванда и покупашки сделаем хочется окунуться освежиться вода очень теплая все они уже готовится давай это сейчас вам покажу ближе пляж воду потому что мы стоим достаточно далеко и в тенечке сейчас пойдем поснимаю я вам близко пляж и посмотрим вместе воду потому что вода просто бомбическая она прозрачная людей здесь вечером не очень много относительно ну конечно там с абхазии какой не сравнится я никого вообще нет есть на лодочках вода очень теплая прозрачная максимально прозрачная нет водорослей зеленущих вообще прозрачная вода теплая для июня ну тут как можно оценить сколько там людей и в ту сторону и в ту сторону особенно очень много пляж классный конечно песок приятно очень много карапузов потому что с песочком песочке все мы вот там подальше в тени стоим очень много народу вот там ну класс класс песок очень приятный тепло хорошо время я не знаю наверное 7 час уже может быть восьмой вечер и очень классно обалденная погода нежится на солнышке танюш в тенечке саня ты станет наслаждается указал ребятам пляж показал чистейшее море без водорослей же она обычно в июне мы же были в июне тут был однажды цветение уже моря здесь внешнего помнишь а сейчас просто вода прозрачная вообще вот когда прозрачная такая рыба там плавает напомнила то что мы сегодня ели вот так можно рыба была вкусная кстати до обед очень кушает до созрел созрел покушать карапузня ну давай 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 сейчас спать куда ребята вот так вот к сезону готовят у нас пляж в россии дави их в крапчук не но это как-то стрёмно блин ну да могли бы либо утром рано либо попозже по-моему быстро надо подготовить какой-то ночью они за один за одну ночь вон понастроили вот этих штук не было вчера вообще ничего а сейчас вот деятельность кипит едет аккуратненько надо работать кто потерял ботинки признавайте мой размер донюшин твой а ты повод еще один модный но посмотрите как в принципе сейчас без друга есть но не очень много на самом деле гораздо больше больше было в том том два года назад по моему мы ездили или 3 даже я даже уже не помню давно было на каждый год стараемся куда-то выбрать поэтому смешал даня у нас тут развлекательство всегда с тряпочками со своими вот посмотрите на 2 40 есть оживленности уже сейчас начнется наверное какой-то какой-то положено так комфортно что и выполнить сейчас реально очень комфортный и такой ветерок обливает не жарко и прям комфортно очень сейчас и не страшно что ребенок перегреется он там задевается разговаривать дорога с леной свой ему очень нравится многие у нас как в этом как как мультик назывался когда волк волк ну погоди волк и ноги в особо до коляска волноватого то что скоро будет не выдумывая говорит нормальная коляска выставка подарок ну похоже команда в океанариум работает же океанариум вроде не долго очень идем гуляем спокойно классно по тем же улицам какой у нас маршрута пока не поменялся на завтра мы еще не думали куда съездить но может быть планы какие-то будут хотелось съездить на как она благ благовещенская кассабу гуская коса кажется мы там были там прикольно но туда надо ехать то тоже вечером потому что если туда ехать утром очень-очень рано надо и солнце будет отбывать и там очень жарко там скрыться негде там не будет навеса и единственный минус я просто думал здесь можно сквозной проехать оказалось что нельзя очень большой круг огибать только 50 минут туда ехать если вы в этих краях вы будете или когда-нибудь поедете есть такой поселок волна он маленький но там каждый день приплывают дельфины всегда подплывает очень-очень близко к людям и к берегам мы застали момент когда дельфины играли с рыбой они рыбу это выкинули на берег специально знаете как еще они специально ранят рыбу ранено что она не может уплыть и начинают ее подкидывать между собой совершенно дихие дельфины приплывают близко к берегу на расстоянии практически вытянутых двух рук от тебя и играют и рыба такая большая и и тогда выбросил кто-то дельфины поднял подняли гигант и они зажарили тут же на пляже и вот так дельфин принял рыбу людям но они очень классно там реально каждый день сколько мы приезжали мы утром и вечером они приплывают обязательно и в природе на них посмотреть это это совсем другое дело и они примут на расстояние вытянуть и руки буквально подплывали к нам не боялись там уже всплывает ведь вазоны какие-то оставили огородили а почему-то огородили кусок какой-то кавказская кухня здесь рядом и поэтому музончик соответствующий вроде бы работает вроде нет непонятно народ спускался да да нюш здесь на пирсе стоит тусит да малыш солнышко светит да нюши давай тебе солнышко закроешь там не светило такой вид здесь очень симпатично конечно да шикарно пойдем дальше прогуливаться а вот и ребятки добрались до карандашей но как тебе карандаши данюш ты заценил будешь такие имя играться это полень я скажу они карандаши красиво концептуально прикольно тоже посижу на карандашах не ну здоровская придумали интересно не не супер удобно конечно вы выглядят зачетно прям карандаши к и зацепился ух сейчас прям про время прогулки прям до балдена танюша прогуливается вечерняя прогулка скажешь дядя 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 а ты какой хороший теперь это против солнца что пойдем дальше посидел на карандашах у друзьям и решили положить наконец-то данюшка заснул жарко сегодня у нас просто очень жарко к день мы не включаем но душно очень комнате мы с анюткой заказали хинкали манты и хинкали манты хорошо манты хинкали манты хорошо взяли чуку манты со сметаной приятного аппетита да всем приятного аппетита приятного аппетита ты кушаешь или на случай и 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